Друзья, обратите своё внимание на те привычные действия, которые вы повторяете. Они многие повторяются на автоматизме. Да, это хорошо. Мозгу не нужно осознавать, контролировать, тратить лишнюю энергию на какие-то простые действия. Да какие простые действия? Да даже машину вы ведёте на автоматизме. И иногда я спрашиваю, по какой улице вы ехали, а вы даже не помните, хотя пересекали перекрёстки на правильный знак светофора. Но вы можете привести даже свои примеры, когда вы действуете на автомате. Вот сейчас подумайте, что и когда вы делали на автомате. Вы поняли? И теперь запомните, что стереотипность наших действий – вот это фундаментальное свойство нашего мозга. Стереотипность, повтор привычки – это фундаментальное свойство нашего мозга. Это мозг так экономит энергию, во-первых. Во-вторых, не каждый раз не надо выстраивать новые модели поведения. Но ещё что важно – это и влияет на эмоциональные привычные образы поведения. Ну, посмотрите, в одних ситуациях с одними людьми вы привыкли раздражаться. Всё время – он пошёл, это, то, да, сё. А в других ситуациях с другими людьми вы поджали хвост. Вы стесняетесь и даже боитесь. Ну, а в каких-то других ситуациях вы безмерно веселы, довольны, распустили свой павлиний хвост. Смотрите, мы даже эмоционально привыкаем в разных ситуациях быть разными. И это наш мозг нами так руководит. Поэтому мы с вами должны изучать работу мозга. И мозг можно не контролировать, а направлять, вырабатывать определённые динамические стереотипы, определённый образ поведения и эмоционального реагирования на ситуацию. Вот почему я говорю вам – подписывайтесь на мой канал, создавайте карту реальности и поймите, наконец, как работает ваш мозг, что такое динамические стереотипы и как можно этот мозг обмануть. Подписывайтесь, я вам многое расскажу. Спасибо. Спасибо.